Я занимаюсь изучением ислама примерно профессионально уже в Центре исламоведения 10 лет. До этого тоже диссертацию написал, кандидатскую, тоже примерно по этой же теме, но немножко в такой исторической форме. И примерно 10 лет я занимаюсь непосредственно исламским мировоззрением татарских интеллектуалов до революции. И для начала немножко, может быть, не все присутствующие очень хорошо представляют, что такое вообще ислам для татар. Ислам, какую роль он играл, какое место татары-мусульмане играют в мировой умме. Вот немножко об этом хотел бы рассказать, потому что, на мой взгляд, это достаточно релевантно по отношению к общей теме. Ну, понятно, что все, наверное, знают эту дату, 922 год, принятие ислама булгарами, волжскими булгарами. И практически вот сегодня уже более чем тысячу лет, 1100 лет принятие ислама. Многие, я думаю, что не осознают эту дату. Это, в принципе, 1100 лет. Мало у каких народов в мире мусульманских есть такая огромная история, связанная с исламом. Скажем так, исламская родословная, что ли. И татары в этом смысле действительно являются примером, образцом и некой путеводной звездой, что ли. Вот. Для очень многих народов, я бы даже сказал, для, наверное, основной массы народов, мусульман, которые сегодня существуют. Вот. И в первую очередь потому, что татары, они объединили в себе два качества. Они, во-первых, коренной ислам, и, во-вторых, диаспорный ислам. И такого соотношения в мире очень мало. То есть в Европе диаспорный, но не коренной. В других регионах мира он коренной, но не диаспорный. И вот это вот соотношение, оно очень интересно в плане как раз вот диалога культур и существования ислама в немусульманском окружении. Вообще вот хотелось бы отметить проблемы, которые в этом смысле можно отметить у татар. Я выделил вот три проблемы основные, связанные с исламом в татарской истории. Первое – это особенности модернизации, которые повлияли на ислам. И татары как раз очень сильно привнесли в ислам вот эту вот волну модернизации, что ли, появление джадидизма и так далее. И до сих пор вот, если, например, на Кавказе это в первую очередь суфизм, такая вот для ислама, скажем так, некая проверка. То для татар-мусульман это такая модернизация, европеизация, что ли. И сегодня как раз вот именно этот тренд в исламе и в общественной жизни исламской, что ли, он превалирует у татар. Вторая проблема, которую вот можно поднять, это дискретность истории и межпоколенческих культурных взаимодействий у татар. То есть, начиная с времен Волжской Булгарии, которая была завоевана монголами, татары или их предки, скажем так, они очень часто не по своей воле подвергались каким-то историческим перетрубациям. То есть, они являлись вот некой стороной, терпящей какие-то политические или военные события, в результате которой менялась их идентичность, и культура, и история, и государство. То есть, очень сильно менялась. И это, конечно, свое влияние на ислам и восприятие ислама тоже не могло не оказать. Ну и последнее тоже, я думаю, что тоже очень важная вещь. Вообще, татары-мусульмане, они живут очень далеко, наверное, дальше всех из традиционных мусульманских регионов от центров мусульманского мира. И арабская культура является чуждой для них. И вот эта дискретность, о которой я говорил в первом моменте, дискретность истории, которая очень часто, как правило, не была связана с арабскими и исламскими регионами, она еще больше отдаляла новые поколения мусульман от своей исламской именно традиции. И вот эта вот арабская, скажем так, исламская традиция, всегда татарам-мусульманам было очень сложно полностью ее понять и принять. И вот это вот, вроде бы это и наш ислам, но вроде бы это и не совсем тот ислам, который у нас всегда был. И, как мы понимаем, вот эта дилемма, она тоже всегда на протяжении всей истории татар, она присутствовала. То есть татары всегда ощущали себя частью исламского мира, хоть и провинциальной. Они всегда смотрели по сторонам, как там у них, как там в центре, в ядре исламского мира. Но сказать, что они себя полностью ассоциировали вот с этим миром, именно исламским Хартландом, что ли, исламским, очень сложно сказать. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. И они себя все-таки воспринимали некой отдельной цивилизацией, которая имеет исламские корни. Вот. То есть вот эти вот моменты, они были всегда на протяжении практически всей истории. Ну, мы берем историю, наверное, периода вхождения в состав России. Не будем брать историю до этого, потому что по источникам нам очень сложно сказать, какой был ислам в Казанском ханстве, в Золотой Орде и в Улжской Булгарии. То есть мы можем очень примерно только сказать вот там по каким-то литературным памятникам о том, о суфизме, о каких-то архитектурных памятниках. Ну, в принципе, вот и все. И, конечно же, основная масса сведений все-таки о татарах, она начинается с вхождения в состав России. Хотели бы мы этого или не хотели. Вот. Но вхождение в состав России тоже ознаменовалось с противостоянием на протяжении полтора-двух столетий. Татары буквально были вне закона. Вот. Открыто вне закона. То есть просто государство не воспринимало и не принимало татар и, соответственно, их религию, ислам, как за имеющую быть в государстве. И поэтому здесь говорить о какой-то серьезной исламской позиции мировоззрения татар очень сложно. Потому что, вот, находясь в стрессе, наверное, и каждый человек, даже находясь в стрессе, он является, все-таки не может себя отобразить полностью. То есть в состоянии дискомфорта, причем жесткого дискомфорта, никогда человек не может выразить свои мысли и выразить свои предпочтения четко, артикулированно. Поэтому, все-таки, самая крайняя нижняя дата – это Петр I, с которой мы можем начать отсчет, все-таки, репрезентации ислама в России. Хотя Петр I тоже не совсем, скажем так, принимал исламскость некоторых народов в России. То есть он все-таки считал, что можно татар-мусульман крестить. Но, тем не менее, Петр I много сделал в плане восприятия ислама. То есть татары-мусульманы – это вообще характерно для российских императоров. То есть их позиции по отношению к исламу, к внутренним исламским народам, к внешним исламским народам, они всегда не соответствовали друг другу. То есть один император мог хорошо относиться, например, к татарам, плохо относиться к кавказским народам или к крымским татарам. Мог относиться хорошо к исламу, например, хотел его изучать, как он есть, но плохо относился к внутренним мусульманам. То есть здесь, в принципе, характерно, скажем так, несоответствие, неполное принятие всего, что ли, связанного с исламом. Для понимания вообще отношения к исламу в России, кругов, элиты, начиная с древности вплоть до конца империи, я бы посоветовал книгу Марка Батунского «Трехутомник России. Ислам», которая отражает, я думаю, что очень близко, в том числе, исламскую позицию. То есть отношения академических кругов, богемы литературные в России, всех-всех-всех разных классов, конкретно по личностям и по сословиям, очень хорошо отражает как раз Марк Абрамович в своей этой книге. Я думаю, он отражает как раз исламский взгляд, и мне он, честно говоря, близок. Вот. Но, тем не менее, Петр I принимает такую позицию изучения ислама, как он есть. Он дает приказ переводить Коран, открывает типографии с арабским шрифтом, азиатский музей, ну и так далее. Очень много вещей делает, которые, в принципе, очень полезны были для, в целом, понимания ислама в его истинной сущности. Вот. Ну и в середине этого века, 18-го, поворачивается уже и отношение и политические к татарам в России. То есть Елизавета Петровна разрешает строить мечеть, ну и так далее. Елизавета Петровна разрешает строить мечеть, первую в Казани, вот. Но Екатерина II в дальнейшем идет еще дальше. В плане создания... Новокрещенская культура при Анне Иоанновне создана. При Екатерине I она создана и активно работала в период Анне Иоанновны. Елизавета Петровна, она меняет свое отношение к мусульманам. Вот. Итак, вторая половина XVIII века, она характеризуется как раз вот... поворотом в отношении именно к татарам. Потому что, опять же, Екатерина II, она хорошо относилась к казанским татарам. Но... очень плохое оставила от себя впечатление на западных рубежах и на Кавказе. Вот. Поэтому... Ну, поскольку у нас тема, она связана все-таки с казанскими татарами, то мы будем говорить все-таки об отношении к ним и о положении казанских татар. и их интеллектуальной истории. И вот вывод, который вот здесь я хотел бы, чтобы тоже был немножко отмечен, что ислам для татар в целом понятен, но в конкретике, в его специфике, связанной как раз с арабским языком, с арабской историей, историографией, он, конечно, очень тяжел для принятия как свой. Вот. И это, наверное, всегда будет. То есть татарский ислам, он был и остается все-таки тюркским исламом. Вот. Если не брать современные изменения, когда татары отделяются, отдаляются от своего языка, которые не знают свою культуру и не интересуются, тут, конечно, наверное, арабский ислам будет доминировать. Но здесь уже как бы мы уже не берем, это выходит из рамок нашей темы, поскольку в данном случае я предложил изучать именно татар, которые не просто ассоциируют себя с татарами или являются по происхождению, но которые являются носителями татарской культуры. Вот. И сейчас немножко поговорим как раз об отчуждении от своей национальной культуры, потому что это тоже очень важно. Этот процесс очень связан с возрождением ислама в том числе, у всех народов и у татар в том числе. Как это происходит? Значит, ислам сегодня вынужден конкурировать с другими стилями и образами жизни, молодежной субкультурой, компьютерными играми, клипами, культурой коротких видеоклипов, криминальным миром, в основном христианско-русским, миром повседневной заботы о внешнем благосостоянии, ну и так далее, в целом информационным потоком. То есть каждый из нас сегодня, в принципе, находится вот в этом информационном потоке. И для того, чтобы понять и принять ислам, свою, опять же, традиционную культуру, необходимо погружение в себя некое, некая рефлексия над своей собственной идентичностью, идентичностью соседа, пониманием каких-то мировоззренческих основ друг друга. Есть еще национальная светская культура, которая всячески поддерживалась в советское время. И сегодня люди, которые воспитаны, сейчас, конечно, количество таких людей, потому что советское время закончилось, можно сказать, что оно снижается, но на самом деле это не совсем так. Советская идея, национальная, или даже просто советская идея, связанная с марксистской идеологией и так далее, она себя воспроизводит в других новых поколениях, поэтому вот это некое светское, и до сих пор это, кстати говоря, поддерживается и европейской, в том числе, ориентированностью. Вот. Поскольку в Европе как раз вот феномен религиозности, и религия, он перестает восприниматься. Поэтому это тоже отдельное испытание для татарского ислама, отдельная национальная идеология, будь это в либеральном смысле, или в татарском смысле, или в даже общероссийском государственном смысле, в любом случае это некое испытание для духовной жизни, скажем так, восприятия трансцендентного, причем именно в национальном, в традиционном смысле, скажем так. И вот это идеология капитализма. Немножко можно рассказать и про капитализм, который является словно покрывалом. Он покрывает современную жизнь. Люди в потоке своей повседневности, повседневной жизни, они не просто не замечают какой-то духовной жизни, внутреннего мира, но дед-капитализм, он еще и, потому что информационность на злобу дня порождает, он противопоставляет себя, свое понимание ислама, такое либеральное, светское, что ли, связанное как раз с национальным самосознанием, традиционному именно исламскому пониманию. Ну и современный мир – это мир создания неких мифов, порожденных киносценаристами, аниматорами и так далее. То есть сегодня наши дети, и мы вместе с ними погружаемся в мир грез, которые порождаются, скажем так, к современной киноиндустрии. И герои вот этих вот американских, голливудских, может быть, болливудских даже сегодня фильмов, они более интересны, нежели чем поиск истины, скажем так, внутренний поиск самого ребенка и интерес к родной собственной культуре. Нормально ли это? Вот то, что вот я объяснил. В принципе, это нормально, это происходит везде. Я не хотел бы ставить это как проблему, то есть и превращать лекцию в какую-то проповедь. Но я думаю, что вот эти проблемы необходимо было поднять для того, чтобы понять, почему сегодня в том числе происходит отчуждение от понимания своей традиционной культуры. И сейчас мы переходим как раз вот к исламу у татар, к пониманию специфики исламской повседневности у татар. Когда мы говорим вообще о татарском исламе, самая главная сфера, к которой мы должны коснуться, это образование. Система Медресе. Ну, вообще, для меня в свое время это было открытием, что Медресе вообще создали тюркские народы, что до сельджуков, например, вообще в мусульманском мире не было понимания Медресе отдельного от мечети. Это открытие сделал один из американских слоноведов. Я думаю, что действительно Медресе в тюркском мусульманском мире они играли очень важную роль. И это действительно первая сфера, которой мы должны коснуться. Это сфера образования. Потому что именно сфера образования она передает исламское понимание из поколения в поколение. И отсутствие сегодня вот этой сферы, в принципе, развитой сферы, сегодня она в виде, может быть, субкультуры существует какой-то. То есть только, может быть, отдельные личности из-за своих родителей или еще по какой-то причине выбирают какие-то исламские учебные заведения. То есть это не является, в принципе, как раньше было, до революции, неким стандартом образования. Конечно, не все становились мулами. То есть сегодня, в принципе, тот, кто заканчивает Медресе по умолчанию, в принципе, получает диплом, по которому он может работать имамом. Но даже и до революции далеко не все становились мулами. Это было связано... Хотя, наверное, большинство хотели. Потому что это было единственным сословием, которое предоставляло какой-то статус для татар-мусульман. Вот. И... Ну, для того, чтобы стать имамом в каком-то приходе, необходимо было много... Соответствовать много чему. Во-первых, влиятельности родителей. Во-вторых, поддержки в приходе, чтобы тебя избрали обычные прихожане и, в первую очередь, наверное, даже баи. Соответствие, с точки зрения лояльности, чтобы власти тебя подтвердили твое избрание. Ну, и так далее, и так далее. Ну, естественно, образование должно быть тоже на уровне. То есть, примерно с 2-го, 3-го десятилетия 19-го века имамы стали сдавать экзамены для назначения на должность. Вот. Ну, в любом случае, большинство детей проходило мектеба и медресе и имели некие самые простые исламские знания и понимания религии. Хотя в начале 20-го века даже по газетным публикациям, которые, в принципе, я, наверное, ну, основную массу просмотрел в татарской прессе, появлялась уже проблема непонимания ислама. То есть, среди интеллигенции татарской появлялись люди, закончившие, например, которые, может быть, даже имели образование в медресе, но которые закончили, например, потом русско-татарскую школу. И таких было очень немало. Я думаю, что даже, наверное, ну, примерно, наверное, половина элиты татарской джидидистской, она, наверное, была связана с татарской учительской школой, особенно в Казани. И вот для имамов, для общественных деятелей и имамов вот эта вот проблема, что татарская учительская школа не формирует в достаточной мере исламское мировоззрение, она стояла очень остро. Хотя, как вы, может быть, знаете, сам Марджани тоже преподавал в этой школе религию. Я специально в этой лекции не говорю подробно о каких-то ученых, потому что я понимаю, что, наверное, по крайней мере, я думаю, что соберутся люди из разных институтов, факультетов, Академии наук, и про какую-то личность в узком смысле слова, про Курсави или Марджани, наверное, там будет не очень интересно знать конкретные нюансы. Поэтому я лекцию построил в целом, проблемы, которые существуют сегодня у татар в исламском смысле. Почему тема образования очень важна? Потому что самый первый муфтий, Мухаммеджан Хусаинов, видел систему образования как важнейший для сохранения ислама у татар. Он очень хорошо знал учебники, по которым преподаются дисциплины, заменил одни учебники арабского языка на другие. То есть это как бы чисто даже не связано с исламским мировоззрением и с исламом. Это чисто техническая вещь преподавания арабского языка. И муфтий занимался вот этими вот вещами. Написал книгу по нюансам как раз арабского языкознания. вот то есть был даже больше специалистов наверное в первую очередь по арабскому языку, в вторую очередь по фикху, то есть у него много фетв, посвященных конкретным практическим вопросам. И ну и меньше наверное на третьем месте уже это чисто такие умозрительные богословия ахыд. Вот. Поэтому для муфтия и последующих муфтиях вопрос образования, создания серьезных митресея крупных стоял на первом месте по сравнению со всеми остальными. Я не знаю. Расширением мечети, я не знаю, мусульманскими молами в армии. Там вопросов было естественно очень много важных. Но именно образование, система образования и вообще уровень знаний мусульман был первым в списке вопросов, которые выполновали муфтия в духовном собрании. Второй вопрос, который важен, это общественная жизнь. Ну тоже чтобы вы понимали, до революции нельзя было не быть принадлежащим какой-то религии. И вот эта вот такая обязательная что ли религиозная идентичность, она нам сложно это понять. Сегодня хотя есть ассоциация татарина и мусульмана и ислама, но любой татарин без проблем может опровергнуть его, если он например так решил сам. И никто за это его не будет каким-то образом упрекать или притеснять. В то время было абсолютно не так. То есть каждый должен, если ты татарин, ты должен быть мусульманином, то есть по-другому никак. И это порождало особенно в период общественной жизни развитие татар очень такие сложные казусы связанные именно с внутренним миром. То есть некоторые молы открыто писали такие скажем так неисламские материалистические книги, за которых снимались должности, потом они изменялись, их часто обратно на должность ставили и так далее. в том числе например молы, которые пьянствовали. Это тоже было наверное не сказать, что это один или два события. Это в принципе наверное я думаю, что было довольно часто. То есть вот эта ассоциация организательности и ассоциация себя с исламом она для ислама и для веры скажем так она не очень положительная положительное влияние имела. Вот. Ну и немножко про развитие богословия. Третья важная ступень это богословие элиты. то есть было богословие муфти, которое я уже говорил, что это в первую очередь образование, борьба за сильное медвесе и за соблюдение обязательных пять молитв там и так далее по фибку но в основном вопросы связанные с правильным вероубеждением поднимались не муфтиями а поднимались крупными богословами. Вот. И ну прочитав большинство произведений самых крупных богословов я сделал вывод об эволюции этого богословия и на него действительно очень важное влияние оказывали ну до легализации ислама можно сказать оказывали больше наверное свои собственные мусульманские некие богословы ну примерно как раз вот с институциализацией ислама больше наверное оказывала в целом европейская и русская атмосфера потому что очень большое место стал занимать человек человек и и его жизнь скажем так и мусульманская культура не связанная с правильностью и неправильностью мировоззрения как это происходило то есть я могу просто рассказать про изменения от курсавида маржанет примерно 50 лет первой половины 19 века если до курсави например Ишнияс Шернияс был таким очень известным выходить из Бухары жил в Каргане для него было важно даже абсолютно был не важен человеческий мир для него важно было условия природы и нормы которые не способны в Каргане то есть если условия природы например наступление ночи соответствуют этим нормам то человек должен подстраиваться под эти вещи человек не существует самого его выбора нет во время курсави уже акцент стал делаться не на природу не условия которые способствуют или не способствуют этому а просто на приписание скажем такое туннельное как часто говорят мышление ну немножко мульварное слово но в целом соответствует то есть вот есть приписание пять молитв есть приписание джуман нужно читать обязательно это фарс и без всяких других условий человек должен это совершать следующая вот третья ступень которая очень важна и четко демонстрирует поворот к человеку это то что маржани отделяет отделяет человеческий ислам культурный ислам от такого не сгораемого ислама который обязательно и это очень легко проследить по хадисам то есть маржани говорит что в вероубеждении и желательно даже во все остальные исламские сферы брать только хадисы с хадисом мутоватер то есть абсолютно в которых нет никакого сомнения все остальное использовать для доказательной базы фиг или там в вероубеждении нежелательно говорят маржани то есть мы говорим для кульсавир все хадисы являются важными и необходимыми причем это даже не мой скрупулезный анализ их произведений между строк а это прямо по пунктам видно то есть маржани практически дискутируют прямо вот каждая каждая тезис который говорит курсавир практически по порядку он его на него отвечает в одном из своих произведений поэтому это декларация скорее некий катехизис вот поэтому вот это происходило и это это очень заметно вот я думаю это связано с с Европой Россией и вот таким в целом и наверное в том числе институциализации муфтиятом тоже потому что муфтият был орудием реформирования все-таки он неспроста был создан я думаю это был инструмент все-таки такой российской власти для того чтобы каким-то образом реформировать то есть это изначальный институт для для приближения для адаптации ислама средневековых каких-то норм к современности ну уже в начале 20 века возникает еще один феномен тоже очень важный это появление прихожан как социального актора и конечно это все вот все эти вот моменты которые я говорю это это все некие этапы одной и той же эволюции взглядов мировоззрения то есть появление человека места человека и появление уже обычного мусульманина это не связано с советской властью вообще очень многие многие люди говорят что недопонимание ислама там репрессии к исламу некий материализм он связан с советской властью источник говорят о другом все все вот эти вещи они и непонимание ислама и материализм и социализм и так далее и так далее они говорят что даже до революции до октябрьской революции татары уже в основном все эти вопросы сформулировали для себя да в советское время там как бы государство способствовало этому причем очень активно абсолютно без всяких альтернатив но изначально вот до октябрьской революции татары сами сформировались как вот такой в кавычках прогрессивный народ который вот взял именно именно вот самые прогрессивные скажем так тоже в кавычках вещи из европейской российской истории ну тут явные примеры там все у нас на слуху это Фатиха Амирхан Гаяс из Хаке или например даже Галиаскар Камал большинство из них да в советское время они стали они стали крайними радикальными скажем вот в своем этом понимании но если посмотреть их творчество в досоветское время по большому счету вот все эти тенденции очень явно заметны то есть это не связано именно с советизацией с коммунистизацией что ли социализацией общества после Октябрьской революции а а а до этого вот и немножко возвращаясь как раз вот к появлению вот прихожан как еще одного актора и важного деятеля в исламской общине это очень тоже заметно по публикациям в татарских изданиях в первую очередь казанских что что не имамы или 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 богословы какие-то а именно простые прихожане они являются в том числе орудием для политической борьбе это связано в том числе что появляются партии и у татар партии движения которые поддерживали эту идеологию там опять же эсеры социалисты вот они как раз делали вот обычных прихожан обычных мусульман своими как бы скажем так своими главными героями которые вот терпят которые находятся в таком положении вот может быть это было и так но это во все времена было есть такие слои которые ну вот живут плохо в чем и конечно разные люди по разному воспринимают вот причины этого они сами виноваты общество виновата но вот у татары вот возникло еще до революции вот огромное очень большое лобби джадидистское я бы назвал вслед за Ахмат Хадима к суди это это крайние джадиды которые ну про религию я вообще молчу то есть этот вопрос они либо не поднимали либо как бы говорили что это не важно для которых именно вот социальные какие-то уравненность социальный достаток было важно вот какие самые главные вопросы которые поднимались татарскими богословами я буду брать здесь как раз классические богословы основатели татарской богословской школы не будем брать периоды джадидизма там бусы бигиева там и так далее а именно вот курсави и марджани ну для татар они были классическими надо признать но для всего мусульманского мира они уже были особенно марджани я бы сказал ну не совсем что ли камильфо то есть марджани по меркам общемусульманским классического богословия он уже ближе к татарскому джадидизму по своим некоторым некоторым своим взглядам но тем не менее для нас он является я думаю что пиком развития богословской мысли марджани то есть другого такого такого же такого же уровня богослова татары татары к сожалению не имеют и поэтому мы хотим мы или не хотим мы вынуждены пользоваться тем что у нас есть и уровень общий мировой по взглядам немножко такой либеральный и это не только моя точка зрения но и даже русские цензоры его называли либералом исламским либералом вот но тем не менее даже являясь таким либералом для него самое важное было это очищение единобожия от рационалистических черт на многих конференциях вот мне приходится спорить опять же я говорю что у нас у татар в интеллектуальной жизни ну очень превалирует вот этот рационализм и мы с советского времени начинаем мы пытаемся найти прогресс вот прогрессивный богослов просветитель мы говорим но вот для меня это немножко пустые слова это это ни о чем я не совсем понимаю что такое просветитель по отношению к маржани или курсави прогрессивные тоже что такое прогрессивные не совсем это это я думаю что западные исламоведы они со мной в этом тоже солидарны то есть это советская лексика которая связана с непониманием ислама специфики ислама и вообще за что выступали эти татарские богословы например они отделяют что курсави например был прогрессивным а у теземи они был таким что ли консервативным или даже да реакционным даже да но по произведениям между ними очень мало разницы может быть единственная разница то что у теземи не писал больше на старо-татарском языке а курсави на арабском языке но по взглядам по большому счету есть конечно там пара вещей ну наверное важных наверное очень важных которых разделяют но в целом их исламское мировоззрение и миропонимание оно абсолютно не отличается между собой ну опять же разница в том считать Россию дару-ль-харп или дару-ли-слах или дару-салям и соответственно из этого уходит что нужно ли читать там джума или пятую молитву ночную но по всем другим моментом они оба выступают за скажем так чисто ислам скажем так не путать саф-ислам организации 90-х годов но они выступают за полное отделение Всевышнего от любых рационализаторских любых ограничений вплоть до того что сейфаты они не должны четко сейфат например кудра власти или там сейфат калам речь они это не то что подразумеваются под этими этими вещами то есть один сейфат от другого сейфата ничем не отличается он может они могут отличаться могут не отличаться мы это просто не можем понять и не нужно их ограничивать ни по количеству сейфаты ни по качеству это 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 излишняя рационализация приводит к тому что Аллах становится ближе к человеческому миру то есть они вот за полное такое отделение Всевышнего и это для них самое важное это наверное для них единственный путь для самосохранения как мусульмане откуда это вообще пришло к татарам я думаю от имама Раббани тоже очень мощного движения суфийско такого исламистского скажем так начало нового времени имам Раббани действительно очень большое влияние оказал на татарских богословов недооценимое к сожалению сегодня влияние то есть по всем параметрам по всем параметрам и академизм кстати и джадидизм идут все от имама Раббани просто от разных учеников там я специально проследил по труду Мурада Рамзи который ну примерно так же как Асар это произведение Тальфи Куляхбар где тоже даны биографии разных имамов практически одинаково от двух учеников пришли одинаковое количество их учеников татарских имамов у одного это представители консерваторов и муфтии а у другого представители именно вот связанные с Курсави и так далее но все это идет все равно из одного источника от имама Раббани и было несколько волн связанных как раз вот с этой вот традицией имама Раббани вот это наверное была первая волна вторая волна связана уже с эпохой после Марджани когда появились тавсиры татарские где тоже традиции имама Раббани уже на другом уровне на другом витке потому что что мы связываем вообще с имамом Раббани наверное это тоже нужно немножко рассказать об этом что имам Раббани он во-первых суфий во-вторых он создатель создатель скажем так так же как вот у нас институтализация была и с этого периода начинается наша в принципе история ислама в России так же вот у них с имама Раббани когда один из ханов великих моголов решил создать синкретическую религию появился имам Раббани который сказал нет не будем создавать синкретическую между язычеством и исламом религию потому что ислам это то-то 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 и вот есть у ислама для него главная черта это наличие единого бога тут абсолютная противоречия ну и так далее и так далее и непосредственный ученик имама Раббани Шахвалиулла Дехлеви создал в первой мусульманском мире перевод Корана и от этого перевода Корана появился первый татарский полный перевод Корана Хусаина Амирханова под названием Фавайт то есть тут уже на другом витке уже связанной с Тавсирами но в принципе в принципе идея и вот импульс тот же самый вот вот ну кстати говоря все остальные Тавсиры они тоже тем так или иначе связаны вот с этой же традицией вот скажем так с центральной азиатской не среднеазиатской потому что среднеазиатская она тоже была как бы некой некой неким ответвлением вот это вот индийско-пакистанского что ли начала вот это что касается дореволюционного ислама конечно можно рассказать немножко и про джидидизм вот осталось примерно 10-15 минут значит джидидизм на самом деле сегодня понятно что он он уже и до революции кстати говоря превратился в некую некий жупел некий 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 термин без содержания уже до революции то есть мы говорим джидидизм но его уже через 30 лет после Гаспринска в начале 20 века уже применяли даже к сельскому хозяйству то есть в газете Елдес дореволюционный Ахмад Хадим Аксуди были статьи посвященные джидидизму в сельском хозяйстве там и так далее потом еще в каких-то областях таких очень странных и ну целые статьи целые материалы и об этом даже Ахмад Хадим Аксуди тоже говорил что что такое изначально джидидизм потому что Ахмад Хадим Аксуди был учеником Исмаила Гаспринского самым близким из всех казанских татар которые очень тесно общались вот с основателем движения джидидизма и я думаю что из всех после Гаспринского и даже даже если мы его будем брать тоже лучше всего и правильнее всего понимал джидидизм и его скажем так структурировал и объяснил именно Ахмад Хадим Аксуди потому что Гаспринский понимал джидидизм как ремонт школы как появление парт люстр у него не было понимания о методике обучения абсолютно вот все говорят Исмаил Гаспринский основатель джидидизма джидидизм усуль-зядид это появление нового метода в преподавании в медресе в первую очередь арабского языка и арабских букв там и так далее ну Гаспринский этим не занимался он был военным он был чиновником и поэтому для Гаспринского как как понятие джидидизм пришло из Турции из Османской империи усуль-джадид из Османской империи так и даже все методы обучения вот этот вот звуковой метод или там слоговой метод они пришли из Европы и по сути джидидизм это это некая просто компания пиар-компания по популяризации знаний и образованности вот и все то есть тут в принципе ничего нового изобретено не было просто из-за наличия возможности печатной в первую очередь такой информационной возможности Гаспринский сумел из этого сделать некий некую идеологию по вот пропаганде распространению знаний реформе медресе реформа медресе в смысле появления светских предметов в религиозных вузах в религиозных медресе то есть по большому счету вот я честно говоря я всегда ищу что-то новое вот в идеологиях и в джидидизме по факту что-то нового по сравнению с тем что было потому что до джидидизма был и Маджаниев и Исханов которые тоже говорили я уже говорил про образование и что муфтии хотели создать крутой медресе и муфтии и Фаисхана все это было до появления джидидизма просто джидидизм я еще раз повторяю появились возможности люди стали уже подготовлены к тому что вот необходимо реформа и некое облегчение преподавания вот и некие новые новые наверное средства преподавания советское время значит советское время возвращение ислама к его основам то есть к совершению вот пятикратных молитв то есть вот эти вот самые самых главных самых основ что делает мусульманин мусульманином кстати говоря вот этого вот этот вопрос тоже возвращусь немножко к доравиационному и даже самому глубокому татарскому богословию вопрос о том вопрос такфира вопрос что что выводит из ислама и и являемся ли мы мусульманами он он был самым главным для мусульман нет для богословов для богословов самое главное я уже сказал вопрос очищения единобожия но все понимали что для уммы российской после включения в состав России самое важное по источнику мусульманским мы остались мусульманами или нет и где вот эта граница после которой мы выйдем из ислама или мы станем этот вопрос всех беспокоил и именно вот в этом вопросе из-за этого вопроса были очень популярные книги Мухаммеда Бергиви такого салафитского скажем так специально таким языком таким народным буду выражаться для того чтобы примерно понимали и движение Кадиза Дали в Османской империи которые но эти книги были я думаю что настольными для муфтиев и самых образованных имамов книги Мухаммеда Бергиви и всех кто продолжил вот это вот движение по скажем так фундаментализации Османской империи именно потому что вот этот вопрос он беспокоил как Бергиви Османской империи вот уже там 100-200 лет существует но во-первых она уже в пору своего заката она проиграла там проигрывает войны там в Османской империи аморальность начинает появляться там люди там проводят время в азартных играх пьют чай там круглосу днями и ночами разговаривают сплетничают между собой и это это стало вот причиной почему появился вот имам Бергиви и который вот открыто сказал что вот нельзя там платить закят закят наличностью нужно отдавать там скажем так продуктами нельзя там строить минареты потому что там в период там халифов этого не было там ну и так далее и так далее то есть эти вопросы конечно они такие фундаменталистские они против традиции о которой вот я говорю да Османской в первую очередь и в Турции очень не любят Мехмеда Бергиви называют его Османский Талибан или называют Параллель Дауля так же как современно Гуленовцев открыто хотя это часть Османской истории в одной из диссертаций даже говорят что они просто были безграмотные и так далее почему же тогда все их произведения были бестселлерами например у татар казанских начиная с муфтия первую книгу которую он издал в 1802 году в Казани была книга Китаб Устувани тоже одного из представителей этого движения араба по национальности сирийца который говорил как раз о том что слово милляд оно противоречит исламу такого нет потому что борьба будет между Ибрагимом пророком и Мухаммедом двух пророков не должно быть последний пророк только нельзя строить минореты петь и крутиться во время исполнения неких Корана и так далее и так далее но все это как бы без всякой редактуры вот именно вот эти вещи которые сказал некоторые с редактуры то есть в принципе большинство без редактуры выпустилось первым татарским муфтием Мухаммеджаном Хусейном поэтому вот этот вот вопрос я хотел специально отметить вопрос вот вопрос выхода из ислама он был для татар очень важен и это понимали в том числе и муфти в первую очередь про советский ислам тоже немножко сказал то есть ситуация тоже обнулилась и мусульманская ума Россия она опять же вернулась вот максимум это исполнение предписаний ислама по возможности но и это было очень сложно ну 80-90-е годы появляются в Казани некие некое движение по возвращению возвращению к исламу это Абдулхак Садыков потом Абдулхак Каюмов там и так далее которые тайно тайно учили людей таджвиду арабскому арабским буквам и так далее и основам ислама вот опять же речь не идет о возвращении к своей собственной дореволюционной традиции вообще вопрос о традиции стал подниматься и подниматься на повестку дня я не говорю до сих пор я думаю что в принципе этот вопрос ну недостаточно очень недостаточно только на уровне может быть глав ведомств поднимается вопрос изучения наследия по факту оно не изучается вот и примерно 15 10-15 лет только назад вот этот вопрос стал только на повестку дня и до этого в течение всего всех 90 годов это было просто возвращение к исламу как к феномену в любой сути главное это вот опять же соблюдение вот основных предписаний ислама без относительно там всех каких-то нюансов ну и наконец вот наше время возрождение ислама вот оно связано вот тоже снег с некими некоторыми трендами изучение традиции оно приветствуется но в принципе это сложно сделать поскольку очень большой отрыв по уровню знаний нам просто сложно читать произведения написанные до революции особенно в марджане и даже я говорю не про простых верующих даже знающих арабскую письменность а я говорю даже про ученых и до сих пор даже произведение Мустафа Дуляхбар второй том оно не переведено ни разу из-за специфики языка марджане не арабского языка а тюркского языка стартюркского очень большая культурная разница и очень большое отставание от того времени и вот это отсутствие приоритетов вот в этом смысле я в данном случае не виню я я просто констатирую может быть это не нужно то есть зачем нам повторять копировать то что было тогда но по крайней мере создать людей или ученых которые могли бы понять это наследие чтобы его как бы донести до населения было бы я думаю что ну важно для татар для понимания вообще опять же ислама у татар ну и вот на это наверное ноте я завершу свое выступление вот может быть немножко сумбурное вот думаю что в следующий раз в следующий раз каким-то образом наверное сделаю более узкую тему потому что такая очень широкая тема по вершкам приходится нестись ну и специфика аудитории тоже некоторые люди глубоко знают с которыми можно поговорить о каких-то нюансах взглядов курсови и маджани вот но некоторые знают наверное только ну в общих каких-то образах поэтому в следующий раз наверное надо будет делать более такое узкое сообщение все спасибо за внимание может быть будет обратная связь какая-то спасибо большое у меня не вопрос а уточнение несколько сайтов назад вы указывали сказали написали что в настоящее время ислам вынужден конкурировать с различными стилями например с различными субкультурами молодежными и один из них вы указали в этих кризисах христианский русский мир мы не совсем понимаешь ну вот криминальная воровская культура она основана как вы наверное ну ну по крайней мере вот я знаю что она основана на таком показ показушным показательным именно христианском дискурсе я не буду говорить про сленг который повлиял например там идиш например и татарские в том числе слова но криминальный авторитет он какое отношение к русско-христианской культура ну я про конкретно ваше вот то что кого вы назвали я не могу сказать но по татуировкам по каким-то вот вторичным вторичным вещам можно сказать что для них даже для татар именно вот русско-христианский скажем так в данном случае наверное нужно было взять это в кавычки потому что это конечно не связано с христианством как религии это связано с христианством почему я считаю что это очень четко показывает потому что это а кресты это что вот эти кресты вы наверное не видели еще мусульманские наколки которые делали тоже криминальные авторитеты там всякие чеченские ворок законе и прочее у них там нет крестов у них там и мечети полумесяцы просто вы не знакомы с этим я не знаком потому что это не очень по сравнению с христианским это не бросается в глаза я так скажу то есть если вы посмотрите христианский священник он бы нам наверняка возразил он сказал я к христианам никакого отношения не имею А я сам сказал, что это к религии не имеет. Как к культуре. Надо было, я вот и говорю, уточнить, наверное. Понятно. Нет, просто такого рода феномена действительно есть, когда делают, допустим, наколки, в принципе, там идет же такая же параллель. А вас опасно, я вот вижу. Ну да, там, то есть сколько куполов, столько человек сидел. Полумесяца. Просто если даже открыть вот эти книги, там настольная книга, например, есть тоже по наколкам, которые делали, там и мусульманских очень полноскол, и месяцами какими-то подобными. Если посмотреть, просто если не знаете, мне кажется, не использовать. Видите, вопрос-то возник, причем это чуть бежево задан вопрос. У меня... Хорошо. Вы говорили о том, что первый мухтий Хусаинов уделял много внимания там адресе системы образования. Но вы знаете, при нем вообще не было построено ни одного адресе. Вот такого вот известного. Вот возьмем все известные, какие мадресе были. Маскара, а на 18 веке до вообще появления муфтията возникло. Там Тюнтерское мадресе, значительно после этого Хусейна. Все известные мадресе там, в Каргале, вообще до еще появления муфтията появились эти мадресе. И я не могу вспомнить, сам сидел, он у них долго провел, да, этот муфтий. А какой вообще при нем было мадресе известно и открыто? Я не могу вспомнить ни одного. То есть, возможно, он где-то там декларировал. Вопрос в том, что... И даже, может быть, другие муфтия это делают. Но не было ни одного случая, чтобы сам муфтий сдал какой-то указ, узнаете, открывал мадресе. Потому что все мадресе, как правило, вообще без, как сказать, без... Не сверху открывались, а снизу. А муфтия просто уже признала по факту. То есть, это скорее мое не вопрос, а замечание. Потому что я, честно, не могу вспомнить ни одного мадресе, которое было при нем открыто, и чтобы вот оно существовало и стало известно. Еще несколько слов по поводу тоже мадресе. Вы правильно сказали, когда... Или о том, что далеко не все выпускники мадресе шли мулами. Интересный факт. Вот, например, знаменитая мадресе Кусыния в Оренбурге, она была открыта в начале 20-го века, она выпустила где-то 300 выпускников у нее было. И из них всего 13 человек пошли работать им мамой. Все остальные пошли приказчиками, то есть в бизнес ушли. То есть приказчики-то управляющие магазином, рестораном, например, чиновниками мелкими пошли, любыми учителями, журналистами, поэтами, но не шли. И, кстати, это всегда очень интересный вопрос, куда все шли. Тот же самый всем, ну, нам известный ранний советский или даже дореволюционный писатель, это все выпускники мадресе. Мусаджариль, закончил мукомадию, да, вот, например, как видите, ни дядь, и мама не работала. Была только и ни одного дня никогда не работала имамом вообще. Вот, Фатих Амерхан, вообще потомственный, и хорошо, что не работала, я вам скажу. Ну, как сказать, то есть, получается, кого готовил мадресе, то есть, да, и это, и сегодня можно задать вопрос, все ли идут работать по специальности выпускники мадресе, ну, добавлю еще и семинарии, далеко не все семинаристы идут работать как семинаристы, это проблема. То же самое, все ли выпускники Российского Исламского Института будут работать с иманами, у нас висит тамады, там, например, известная, да, еще у мэна тоже выпускники, очень интересно, как вы посмотрите. Это, это не вопрос, это, собственно говоря, скорее как, дискуссии сейчас. Вот еще несколько слов о Марджани. Вам не кажется, что фигура Марджани слишком распялина? Вот у меня всегда эта мысль не покидала, что вот мы все время молимся на ее фигуру, ставим на ее, как будто кроме Марджани не было других фигур, равных им. Например, очень часто забывается, например, человек, например, Ишми Шанадин Мухаммедова, его все естественно духовным лидером академизма считают. С моей точки зрения, эта фигура абсолютно равная Марджани. Но, разница заключалась в том, что вот на Марджани был повешен лейп прогрессивный, а на Дин Мухаммедова и Шми Шанадова реакционер. И вот это закрепилось до сегодняшнего дня. Вот, например, Институт истории имени Марджани, которому в этом году 25 лет, отмечили все. Который, кстати, до сих пор не издал полное собрание сочинений Марджани. Марджани написал всего 33 сочинения за свою жизнь. Они были разного объема. Там были большие, там вот, например, его вафиатре Аславка это 6 томов, да? Причем оно не издано до сих пор. Даже, там только предисловие одно было издано до революции, вот напечатано было оно, да? А были сочинения там поменьше, они небольшие, например. Оно не издано, вот у деятеля, да? 25 лет, 150 сотрудников работало, потом 100 сотрудников работало после оптимизации. А что же вы не издали-то? 33 сочинения все-таки не так мало, не так много, чтобы, да, это же не полное собрание сочинения Ленина издавать, да? И то, и институт марксизма и леонизма с гораздо меньшим штатом успел это сделать, все сделать. Так вот, мне очень интересно вот что по моржене. И вот, в 2005 году был запущен проект тогдашнего директора Института истории Фрейлян Себяши, как и был он очень хороший, издание антологии татарской богословской мысли в 11 томах. Они начали издавать. Меня всегда смущало, чего туда не включили никого из академистов? Как будто академистов выкинули. Ну, слушайте, ну, очень же много было богословов. Ишмейша не единственный богослов из числа академистов. Более того, у нас до сих пор существует вот такое отношение. Академисты это заведомо плохие. Хотя они наступали за многие вещи достаточно хорошие. Да, они там, например, считали, что не нужно вот этого европейского влияния. Они считали, что тогда не произойдет ассимиляция. Да, что не будет вот этого обгусения, если мы останемся только вот в рамках религии. То есть у них логика была своя. Но его не включили в эту ортологию. Получается у нас название бы ортология джидидистской мысли, да, так было бы честнее. А что вы назвали татарской, благословской? То есть вы либо все их сдаете, да? И тогда мы все их читаем. Я глубоко уверен, что, например, тот же Фельдсик Гадж-Хакимов никогда в жизни не читал ничего про Ишмишана. Вот был в советское время исследовал... Яхья Абдуллин был такой исследователь. У него там книги выходили «Татарская просветительская мысль». Он, кстати, удивительным образом умудрился написать про Маджани, нигде не назвав его богословов, но он называл его «просветитель» и «общественный мыслитель» вообще не там что-то такое. Вот кто это? Общественный мыслитель. Это как? Вот. Но он употреблял такие первые, да, Яхья Абдуллин. Понятно, что ему нужно было как-то из этого суда-инвестиционного наследия отобрать несколько там имен. Это больше понятно, чем просветитель, по крайней мере. Общественный мыслитель. Общественный мыслитель. Кто это? Вот вы общественный мыслитель? То есть тот, кто имеет... Грубо говоря, ему нужно было убрать слово «религиозный деятель» и заменить его каким-то другим термином. И он придумал такой эфем... Ну, не придумал, он использовал эпифемизм, да? Вообще, тоже сделать. И, соответственно, можно было... Все, в принципе, логично. Надо было какую-то часть там реабилитировать. Этих деятелей отобрать. Там тоже отобрали не всех далеко. Там, допустим, там, ну, каюмы на сыре брали, потому что, во-первых, он там за русский язык поступал, хотя ему современники его очень не любили за это и всячески оскорбляли. Тоже интересный парадокс. При жизни каюмы на сыре свои же татары современники называли «ты там предатель», там, да, русский каюм его, а потом бас, сейчас улицу через него, институт имени каюм... Причем, институт, который занимается популяризацией татарского языка. Назвали имени каюм монастыри. Это меня все удивляло. Это тут есть институт имени Георгия, институт имени Конфуция, институт имени каюм монастыри. Хотя человек был как раз троник. Более того, мало кто знает, что каюм монастыри был единственное место работы, где он вообще работал, это казанское духовное православное семинари. Он там проработал 16 лет преподавателем татарского языка. Это единственное его место работы. Больше нигде не работал, да? Вот. Потом он книжки просто за свой счет издавал и особенно он сообразил как хомерческий эффект этот мусульманский календарин стал выпускать. Он увидел, что это пользуется огромным спросом и стал их выпускать. И насчет этого он жил, как бы деньги имел. Так вот, возвращайся. Академистов не изучают. Вот они самые одолганные с моей точки зрения и до сих пор сохраняются. Вот я знаю Даниэль Александрович позицию. Я думаю, он даже отчасти за академизм наверное и заступится. Вот вы меня часто называете академистом, я не академист. На самом деле. Вот это... Я в этом отношении, что надо быть как-то справедливым. То есть, окей, хорошо, мы должны и этих, и этих изучать и почитать их. А вы читали вообще что-то у Ишнишана? Хотела спросить всегда у Какимова. Ну, что будет рассуждать? У него же своя область. Меня не хотите спросить? Читал ли я что-то? Я не понял. Я не понял. Я удивлял это... Это, скорее, наша живая дискуссия. То есть, в том смысле, что мне кажется, что вот эта проблема, что пока вот такое существует черно-белое восприятие, да, джадиды это хорошее. И, кстати, тут тоже нужно подчеркнуть. Вот мы там, допустим, Маджани тоже считаем джадидом. Они ведь тоже очень разные были, да? Там, например, Мусаби Гиев кардинально отличается от Маджани. И если бы Шагабудин Маджани знал, что о нем говорят, да, например, там, Мусаби Гиев, который считал, так сказать, ну, какие-нибудь предшественники, может быть, да, он бы тоже был взмутился. То же самое, как, вряд ли бы, Мусаби Гиев, там, сохранил, согласился бы, например, сроками всегда, который, например, свой проект Евро-Исланды и упоминания его, да, тоже считал своего рода такой новым прочтением джидизма. Это не я бы думал, вот, как бы, эти еще джадиды начали, а я как продолжатель в Евсе. Да, то есть, вот, это тоже очень интересно, и отношения, я сторонник того, чтобы менять отношения, без черно-белого, эти плохие, академисты плохие, их нужно понять. У нас, к сожалению, так много работ по академистам, если честно, всего одна кандидатская диссертация защищена в Казани, 23 диссертации под джадидом защищены, и одна всего же. И вот эта джадидомания и джадидофилия, она, к сожалению, приводит к тому, что мы до конца еще вот эту исследование не изучаем. Это был не вопрос, это было, скорее, рассуждение вслух, можно не соглашаться. Я хотел прокомментировать тоже, если можно. Вообще, проблема в том, что вот произошло вот такое разделение над академистов и джадидов. На самом деле, это политическое разделение произошло. Вот, с одной стороны, это привело в дальнейшем к развитию, конечно, но больше негатива, мне кажется, и до сих пор это татарск общество разделяет. Почему вообще, вот, почему джадидов недоизучают? Потому что они сами не сформулировали, концептуально не объединились, то есть нет организации академизма. Есть организация джадидизм, она была представлена там конкретными, вот все, кто издавал газеты с заключением одной, которую вы знаете, да, Динва Маишата, они все были джадидистскими. Баян Ульхак еще был. Газета была Баян Ульхак и журнал Динва Маиша академистский. Ну, Баян Ульхак, скажу честно, она, я бы ее не назвал академисткой, я с ней знаком. Самый, Кейтян Сайдашу, спонсор этой газеты, купец, он был академисткой. Ну, там публиковался Абдурашид Абрагимов, например, который открытый, жадид, и так далее. Они были настолько, как сказать, вот хорошо, журнал Махакамия, который Маклюмак раздавал, он какой академистский, джидидский? А он никакой, чиновничий, да. Да, он никакой, да, у него нет оценки, так как газета Республика Тарстан, она какая, эмбиральная или консервативная, да, никакая, да? Согласен. То есть, и здесь то, что они могли вполне нормально уживаться иногда, то есть, разделяться. Ваше деление, всегда ли это справедливо, вот мы их там четко разделяем? Конечно, неправильно. Вот, что касается, вот даже, с одной стороны, вы правильно, что поднимаете этот вопрос, с другой стороны, история распорядилась так, что джидидизм по своему интеллектуальному качеству, они просто разной весовой категории. Академисты, они единственное, что они могли сделать, я знаком с Динвамой Ишат, это огрызаться. Вот у них не было никакой концепции своей. Вот, большинство статей, газеты, журнал «Один Ва Майкшат», это ответ на что-то. Ответ на статью, ответ на другую какую-то выходку. Они не сформулировали свою идею, что они хотят. Были, конечно, рисоля, да? Были рисоля, которые, в том числе, Марджани, которые против Марджани, были против произведения Марджани. Это сильные, достаточно толстые книжки. Но, как бы... И самым вашим переводят. Мы хотя бы прочитали бы и увидели, да? То есть, все остальные. А что, за что они его критиковали? В издательстве «Иман» были выпущены, я думаю, что не меньше десяти произведений академистов в таких небольших брошюрах. Да, И по ним, в принципе, по ним можно примерно представить, что это представляло собой. Вот. Вот смотрите, например, вот Марджани говорят, например, «Мир конечен». Они говорят, «Нет, мир не конечен, не конечен». Это, понимаете, вот все их произведения, даже вот эти... Конечно, спорят с ним, так это и для них есть нормально. Конечно, они возражают ему. Ну, кроме этого у них ничего нет. Как вот ребенок, который, например, обиделся на папу, и вот он говорит... Вы, не кажется, знаете, вы сейчас сами в ловушку попали. С одной стороны, вы говорите о том, что я против разделения, но в то же время вы становитесь... Давайте, давайте, знаете как, ну, мы вот эту проблему, вот этой интеллектуальной конструкции, джадидизм, академизм уже не первый раз обсуждали, потому что это скорее какая-то такая интеллектуальная конструкция, которая на самом деле не очень дает нам, ну, такой инструментарий, позволяющий учесть все особенности и тонкости. Потому что вот совершенно справедливо и у академистов, у джадидов можно найти элементы и совершенно противоречие, да, их там традиционно признанным представлением там о джадидизме, академизме. То есть все-таки общественно-интеллектуальный процесс это очень сложная диалектическая такая ситуация, где идет обмен идеями, взглядами и так далее, а по сути вот джадидизм, вот я согласен, он с Данилом Рустамовичем, джадидизм смог сформулировать некую концепцию, но в первую очередь идея культ прогресса, как ее вот Айдар Закиров назвал, вот культ прогресса, который был вообще популярен везде, среди левых, правых, джадидов и так далее. И здесь джадиды сыграли очень хорошо и они остались вот так впечатались, как ну таки прогрессист-карминс или академисты как-то действительно без своей какой-то некой программы остались в стороне. И совершенно правильно и мы об этом говорили, что академисты и произведения почему-то они действительно существуют, но они пока что остались как-то вне современного академического интереса. Это действительно так, к сожалению, это факт. Я думаю, Даня Русланович тоже с этим согласится. Я соглашусь, но я считаю, что по праву, по праву, к сожалению, то есть не нужно тут тоже эти вещи излишне поднимать. То есть по сути Ибрагим Мараш хотел написать, вот он написал книгу обновления в Тюркс и мир, он хотел написать консервативное течение, но он не смог найти материал. Вот просто желание у всех есть, но концептуально найти вот это вот, где все-таки какое-то ядро, кроме каких-то схоластических, каких-то средневековых вот этих каких-то утверждений, а никто не может его найти. А если мы переведем то, что мы имеем, получится, что действительно это бедность, мировоззрение. Мы же не хотим дискредитировать тем самым. То есть, распространяя их взгляды, мы не хотим показать, что все правильно, джидидизм по праву победил, что тут ничего и нет по сути дела. И вот изучая наследие, к сожалению, я не нашел. Я хочу, конечно, посвятить, есть в газете Дин вам аишат на арабском языке много статей. Вот Дин Мухаммед, Иш Мухаммед, он был действительно очень печатаемым автором, у него много своих книг. Вот. Конечно, я с Маджани его не могу сравнить, опять же, по весовым категориям, потому что все-таки это вот исходя из того, что я пока на русском языке, то есть, я пока, скажу честно, не дошел до того, чтобы на арабском языке в Дин вам аишат и, может, где-то еще прочитать на арабском языке его книги. Вот то, что есть на русском языке, пока это просто некая ответка. Это ответка на произведение Марджани. Причем, ответка такая, что там, ты сам дурак, вот и все. Без особо глубокого, сильного обоснования. Я даже пытался найти в Дин вам аишат статьи, связанные с какими-то, ну, важными консервативными деятелями мировыми, но их это не интересует. Вот понимаете, это просто узость мировоззрения. Я всегда наоборот, я хочу вот показать, что была сильная консервативная оппозиция интеллектуальная, но я не могу ее найти, понимаете. Вот очень хотел бы, но не могу. Там тоже есть еще один такой, Маази, Абдулла Маази, тоже очень интересный автор, тоже недооценен академистский автор, который здесь писал тоже. Вот, наверное, вот после Дима Мухаммеда вот это второй автор, которого, которого вот можно поднять. вот, но они тоже по, но это несколько статей, то есть вот у него есть там одна Ресаля и 5-6 статей. Умарджани, вы знаете, да, выпустили, и это еще не все произведения, которые вы выпустили, зеленые книги из Алиства Хозур, то есть 6 томов издано, плюс еще есть там комментарии Шархи, тоже там 600, где-то 700 страниц, которые... Самое главное, его сочинения, которые вообще издали, и мне непонятно, почему, вот это Вафия Таляслав. А он его не сумел сдать при жизни, оно 6-томное и сохранилось всего в рукописи. Я бы не назвал его главным произведением, это просто список биографий, причем биографии известных ученых, которые, в принципе, и так известны. Сейчас почему-то тренд, вот, именно Вафия Таляслав изучает, где только не изучает. Говорят сам, а что там? Это просто взгляд его на известных деятелей исламских. Ну, для вас оно неинтересно, а для других интересного. он написал же очень... Вот для меня это остается загадкой. Давайте дадим все-таки то, что кому-то еще есть вопрос. Глубой истории? Нет? Да, ты... Да. Галерий Александрович, у меня вот еще такой вопрос, а как вот вопрос национального самосознания тотал входил в богословие, да? Ну, понятно, что Мартианин здесь это ключевая, как бы... Главный Татарист. Да, да, да. Как это отражалось? Именно я имею в виду не в игру сейчас национального, а именно в богословских интерпретациях и контекстах. Очень интересный вопрос, прямо вот в точку Марджани. Вот все говорят, главный Татарист, это, конечно, опять же, вот взяли одну фразу, сказали, а кто ты, если не Татарин? И все, Марджани стал именем, его назвали институт истории, где вообще ислам не изучается. Ну, вообще, это вот четко советский стиль, как бы. На самом деле, Марджани, дух его, это как раз создание национальное, некое... Точнее, вот опять же, вот продолжение, помните, я говорил, что во всей исламской традиции татарской, главное, это было вот я кафир или я мусульманин, как бы, вот эта вот граница, как бы вот все-таки есть ли возможность, чтобы я вот, как бы, так как я практикую, так как я верю, являюсь ли я мусульманином истинным. И вот для Марджани это тоже очень важно. Если Курсави говорил о максимуме религии, он говорил, что все надо брать, все надо делать, максимально, то для Марджани он выделяет минимум религий. Вот ты этого делаешь и ты мусульманин. И основная, вот у него главное произведение, я считаю, по объему, по крайней мере, и по высказанным мыслям, оно вообще не изучено. Хазама Туль Хаваши называется оно. И оно посвящено как раз тому, что важности, ну, простыми словами скажу, он, конечно, то есть это 600 страниц о важности и о необходимости сохранения исламских обрядов, обычаев. То есть он говорит, что любые национальные обряды, религиозные обряды исламские, они не только имеют право на существование, они должны быть. То есть вот, и он приводит религиозные доводы к этому. И здесь же, в этом же приведены мнения о том, что в Коране есть метафоры, то есть, что понимать Коран, каждый народ, который исповедует ислам, может и должен по-своему. Вот это главная идея Марджани, которая вот для меня очень важна. К национальному вопросу возвращаюсь. Может быть, почему Курсаве или вот эти все товарищи, кто были до Марджани, не так не поднимали тему? Потому что, видите, национальное самосознание это продукт индустриального общества, они жили в разной эпохе, те еще жили в аграрном обществе. Ну, это понятно. Я другими словами просто, конечно, не выражаюсь, но... Дом Марджани тоже были, например, Таджиди Мелчеголы и вот этих муслимей, они же все-таки себя к булгарам относили. Ну, как вот, спор такой хороший, да? То есть, вера, у них тут концепция с булгарами была. Ну, это же не национальная идентичность, это связано с этим. это же не национальная, абсолютно, да. То есть, я как раз хочу сказать, что Марджани, он создал все-таки основы для, вот, в дальнейшем создания некого национального понимания, национальной общности. Хотя он сам не говорил, что вот мы татары, там, Татарстан, национально-государственное. Если бы не было Марджани, татары, они состоялись бы? Они состоялись бы, то есть, абсолютно, Марджани никакой, как бы, его стали поднимать в советское время из-за одной фразы, вот и все. Марджани, самое важное, он, он, конечно, повлиял на всех последующих общественных деятелей, то есть, тут, как бы, факт, и в плане того, что у него учеников было очень много, и там, и основатель Башкортостана, у него отец учился у Марджани, очень у многих. Лично такие, прямо, как суфийская преемственность, да, ученическая, напрямую, личное общение. Но и сами взгляды Марджани, конечно, они повлияли, вот. Но, конечно, не так вот, как Ренат Фаикович сказал про национальное строительство, то есть, речь не шла о суверенитете национальном, то есть, речь шла просто о том, что в исламе есть национальности, есть национальная культура, язык, и возможно понимать Коран не буквально, а возможно понимать Коран истинно, вот, его посыл, как бы, вот это было, конечно, очень важно. Есть еще? Ну, все тогда, заканчиваем. Спасибо еще раз за внимание, мне было очень приятно. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.